Итак, белки. 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 Такая тема довольно интересная. И я хочу сказать, что многие не придают значения важности белков. Я была в том числе, поверьте, потому что, скажем, я перешла на вегетарианский цветик питания очень давно. Это мне было 16 лет, когда я впервые попробовала, приехала к деревне бабушки. Она постила, а я всё время искала способ, который бы мне помог с раннего детства, искала такой способ, который бы мне помог стать сильнее, стать здоровее, потому что были такие проблемы с детства у меня всю жизнь, сколько я себя помню. И бабушка постила. Говорю, бабушка, что же это такое пост? Она говорит, ну вот, внучка, я не ем там мясо, я не ем паучные продукты, яйца. Говорю, я с тобой тоже. В общем, я с ней стала постить, и к ужасу бабушки из-постояния вышла. То есть мне настолько понравилось своё самочувствие, я стала летать совершенно по-другому. У меня наладились определённые процессы в организме, я была счастлива. И влюбилась именно в этот вегетарианский тип питания. Но, как и все многие вегетарианцы, кто-то переходит на более живой питание сыроеды, или веганы, которые не употребляют в принципе продуктов животного происхождения, и, ну, включая там мясо или молоко, они немножко недооценивают роль белка. И это постепенно-постепенно потом сопряжено с определёнными моментами и минусами, которые они потом встречаются с этими, и порой довольно-таки сложным состоянием организма. Почему? Ну, давайте так быстренько пройдёмся по этой теме. Начнём с того, что же такое белок. Ну, скажем так, белок, я думаю, что многие из вас знают, что белок, кстати, с английского означает протеин. Протеин – это именно название на английском языке. И именно белок – это такое высокомолекулярное соединение, которое состоит из разных аминокислот, соединённых в одну цепочку. И если взять наш вес полностью, то одна шестая часть нашего веса, она состоит из белка. Ну, конечно, человек человеку рознь, если взять спортсмена накаченного, у него белка будет в организме больше, и он будет больше выделять белку и в рационе, в принципе. И в процессе всей жизнедеятельности человека, конечно, белок выполняет такую очень важную роль. И если я вас сейчас спрошу, а я вас сейчас спрошу, как вы считаете, для чего нам нужен белка, его главная функция? Вот ответьте мне, пожалуйста, я всегда, когда на лекциях задаю, а скажите мне, пожалуйста, для чего нам нужен белок? Пока вы пишете, я промолчу немножко, да, но, как правило, и, так, сейчас звуки какие-то слышу, отключайтесь пока. Все говорят, что белок выполняет строительную функцию, это строительный материал для нашего организма. Ну, понятно, это понятно, это основа, об этом все знают, что белки – это такой активный компонент формирования новых клеток и даже внутриклеточных структур. И они являются, ну, скажем, основой клеточных мембран, они составляют основу даже волос, сухожилий, ногтей. Если же какие-то не полапкиваются, мы сможем там ногти слояться, смотрим, то это, кстати, тоже может быть связано с белком. Но, кроме этого, не все знают, сколько много функций принадлежит белку, а он у нас выполняет и транспортную, ну, я думаю, что все прекрасно знают, например, гемоглобин, да, это тоже белковое соединение. И гемоглобин является таким основным компонентом крови, и он обеспечивает уже там соединение молекул кислорода, переносит его там во внутренние органы к тканям различным. И, кроме этого, у него защитная функция, то есть он нейтрализует патогенные микроорганизмы, инородные тела. То есть именно состав антител являются белки. И потом, он, ну, еще есть такая функция регуляторная, это метаболизм полезных веществ. Метаболизм полезных веществ, в принципе, невозможен без участия как раз-таки белка. Почему? Потому что белок – это основа для гормонов, это основа для инсулина, который регулирует уровень глюкозы в крови, и так далее, и так далее. Смотрите, опять же, благодаря ему происходит активное преображение углебодов, там, жиры. Потом белок у нас исполняет двигательную функцию. Это функция сокращения равных мышц, и мышц как таковых, да, и мышц внутренних органов. Ну, например, сердце у нас сокращается. Там в белке участвуют актин и миозин. Сигнальная функция и запасающая функция. Например, железо у нас в организме спасается в качестве ферритина. Кроме этого, энергетическое, потому что, если, ну, скажем, истощен запас жировой или углеводный, организм, как правило, в первую очередь берет у нас углеводы в качестве топлива, а затем, если не хватает углеводов, он переключится на жиры. И если человек сидит уже на низкоуглеводной диете или исключает жиры там, то может потерять, конечно, значительное количество веса из-за белка. Это, конечно, крайне невежественно, когда переходят на такие низкожировые, низкоуглеводные диеты, да, нужно правильный углевод есть, правильный жир, мы это знаем, вот, чтобы организм не страдал и, ну, вот, не отдавал белок для топлива. И если такое происходит, то даже может изменяться и гормональный фон, будет дряблая кожа, мышцы такие, когда человек на голодании, очень сильно это заметно. Я у моей подруги, которая перешла, она немножко, так скажем, неграмотно на сыроедение, она была год на жестком сыроедении, и когда я увидела там, конечно, ну, все, кто ее видел, просто, знаете, так обнять и плакать хотелось, потому что вот маленькую-маленькую сохшуюся старушечку превратилась, потому что из-за нехватки белка у нее уже пошли вот эти съедаться белок внутренний, да, мышцы, и, ну, прям, очень тяжело ей было извыть из этого потом состояния. И что, кроме этого, последняя, ну, не последняя, там у него есть еще разные функции, но еще такая важная, это каталитическая, потому что она отвечает за ускорение биохимических процессов, и особые духовые элементы, они такие катализаторы, и процессы в живой клетке невозможны без участия белка. Когда я говорю катализатор, вот немножко, чтобы разрядить обстановку, да, чтобы у нас такая была теплая семейная обстановка, расскажу вам такой анекдот. Вот одна женщина говорит, я услышала, что на пятно, пятно на ковре появилось, она говорит, я услышала, что пятно на ковре невозможно вывести без катализатора, она говорит, я чем только не выводила, а вот нужен катализатор. Я подумала, взяла валерьянку, вела на пятно, пришел кот, лизатор, вылезал это пятно, и катализатор сработал просто безотказно. Ну так, немножко юмора в нашу лекцию. И так, сейчас я немножечко эти слайды перелистаю. Вот видите, все эти наши такие важные-важные функции, которые мы здесь видим. То есть гормоны – это белки, защитная функция, иммунитет – это белки, двигательная, структурная, регуляторная. Токсины выводят белки, такие естественные антибиотики вырабатывают в организме, защищают белки, транспортная, запасная, рецепторная ферменты, которые все-все-все составляют белки. Понимаете, вот какая огромная и важная роль принадлежит белкам? Это, конечно, так. Но, кроме этого, давайте посмотрим плюсы, ну плюс, вот здесь вот посмотрите, картиночка такая, плюс, это именно те процессы, за которые отвечают белки. Минус, что происходит при нехватке белка. И, как мы видим, при нехватке белка действительно, ну как может организм сигнализировать, да, что все-таки в рационе не хватает чего-то, мы с вами не доедаем. Это может быть общая слабость, это могут быть головные боли, нарушение сна. Почему? Потому что дефицит белка сказывается на замедленном синтезе гормона серотонина, да. А гормон серотонина – это гормон счастья. Если его не хватает, то в человеке, естественно, такое упадническое настроение, это может вызывать бессонницу, и недостаток уже этого гормона сказывается на общем самочувствии. Это могут быть потом, как следствие, частые нервные срывы, кожные изменения тоже. Вот если дряблая кожа у человека, это тоже нехватка белка, да. Отеки, потом, если медленно сошибают раны, да, вот говорит о том, что не хватает нам этого важного макронутриента. Выпадение волос, если неровности какие-то для расслоения идет, вот ногтей, да, вот тоже организм сигнализирует. И одна из причин может быть нехватка белка. Ну и, соответственно, это может быть, это уже крайний случай нарушения работы сердечно-сосудистой, дыхательной системы, гормональной системы, потери веса. И крайний белок важен в любом возрасте абсолютно, особенно важен во время беременности, потому что он и поддерживает иммунитет, и поддерживает астматическое давление, и контроль там свертывания крови идет, и накопление полезных веществ для грудного, скармливания, и создание благоприятных таких условий для развития плаценты, роста плода, ну и нормального функционирования марки. И мы с вами, ну вот сейчас, многие, я думаю, я пока не вижу вопросов, ну я потом перейду на них, да, многие сейчас уверенно думают, а какой же белок полноценный, да. И, кстати, вот еще хорошая табличка, и где максимальное количество заменимых, ну где есть заменимые, где есть незаменимые кислоты. Хочу сказать, что вопрос о заменимых и незаменимых кислотах очень тоже интересный, и раньше считалось, что незаменимые кислоты присутствуют только в мясе и только в продуктах животного происхождения, да. Но сейчас эта теория уже давно ушла в прошлое, и она себя не оправдала, потому что нашли все незаменимые аминокислоты, и, простите, мне было интересно эту тему узнать, потому что я все-таки, ну, так сказать, в своем рационе я не употребляю мясо, но, как я говорю, главное это все делать грамотно, и грамотно выстраивать свой рацион. Кстати, интересно было, проводили мы исследования этим летом. Исследования для журнала, для международного научного журнала, мы вместе, совместно с врачом второй категории, Ольгой Тимошенко проводили это исследование, и она, ну, писала статью именно о содержании витамина В12 у вегетарианцев, вот есть недостаток или нет, и в каком количестве и так далее. И вы знаете, что у вегетарианцев, ну, как правило, страдают недостатком этого витамина, и, соответственно, в принципе, мясоеды тоже очень многие, если взять и исследовать, да, то можно с этим столкнуться. И когда мы провели это исследование, мне сдавали у меня все мое окружение, мое, ну, наверное, не знаю, там, огромное количество людей, друзей, они придерживаются именно и вегетарианского, и веганского, да, то есть, в принципе, не едят продукты животного происхождения, даже включая молочные, там, рыбу, яйца, там, ничего, нет, это не едят. Даже мёртки некоторые считают, что это продукт животного происхождения. И когда сделали, провели такое исследование, оказалось, что только у двоих человек, абсолютно всё в норме, в том числе и гомоцистеин даже, это основной такой показатель, если начинаются уже какие-то воспалительные процессы от нехватка, витамина В12, ну, и, соответственно, тоже смотрели эпилог, и у двоих человек оказалось нормой. Это была я и моя дочь. И я ещё раз убедилась, хотя, по самочувству, и ты так прекрасно видишь, убедилась, что мы идём по верному пути. Но диетология считается, традиционной диетологией, что белки животного происхождения усваиваются где-то на 93-98%, а растительного происхождения от 60 до 80%. Но, тем не менее, тоже усваиваются. Белки должны присутствовать, ну, традиционная такая диетология считает, белки должны присутствовать в разных вариантах, 50 на 50. То есть 50% животного происхождения в рационе, 50% растительного происхождения. Ну, и я хочу сказать, что грибы усваиваются, там белок усваивается у них ниже детственного грибов, от 20 до 40%. Ещё нужно знать, какие грибы правильные нужно употреблять. Если интересно, потом расскажу. И для меня, вот если будет интересно, какие белки растительного происхождения использую я, мы тоже в этом отдельно можем поговорить. Если взять нормы потребления белка, да, то взрослому человеку необходимо, ну, так сказать, опять же, современная диетология говорит о том, что если вы хотите узнать, какие для вас необходимы нормы, то нужно на каждый килограмм один грамм белка. Но не просто на килограмм, да, такой фактический, а на килограмм идеального веса. Рассчитать свой идеальный вес совершенно несложно. Можете в интернете набрать, там прямо есть такие специальные калькуляторы, таблицы прямо очень легко, раз посмотрите. И вы узнаете свой идеальный вес, и именно такое количество в граммах нужно употреблять. Кроме людей, которые занимаются таким активным физическим трудом. То есть если вы спортсмен, если вы, ну, там, занимаетесь, может быть, какими-то, ну, ваша работа связана, да, с физическими какими-то усилиями, то, да, вам необходимо тогда больше, немножечко там, 1,2. Но норма ВОЗ даже занижает. Количество белка там идет 0,88 или 0,9. Но это не суть важна, можно так грубо смотреть один к одному и рассчитывать свой рацион. Вот. Ну, я так быстренько обо всем пробежалась, рассказала. Если есть вопросы, давайте уже будем с вами беседовать. Так, читаю вопросы. Женщине 70 килограмм. Надо все-таки минимум 70 грамм белка приведите, к примеру, для 70 килограмм. Ну, я только что вам ответила. Вам необходимо не 70 грамм белка, а посмотреть свой идеальный вес. Возможно, ваш идеальный вес 55, да? Возможно. Возможно, 70. Вы должны это все сами рассчитать. И, соответственно, из него, если там 55 килограмм, то, соответственно, 55 грамм белка. Можно ли найти где-то такие примеры? А, ужины, обеды и ужины. Вот это трудно рассчитать. На самом деле нет, не трудно рассчитать, совсем. Есть определенные таблицы. Если интересно, могу открыть, показать. Прямо, я думаю, сейчас быстренько ее найду. Она у меня есть. То есть вы можете набрать, я могу, если необходимо, скинуть в чат, те таблицы, которые мы используем на курсе современной диетологии. Да, если можно, то в чат сбрось, это будет очень классно. Подарок от лектора. Хорошо. Так и сделаем. Вот, например, я открыла таблицу. Таблица суточной потребности белков продуктов. Таблица содержания белков. А, вот, откроем таблицу содержания белков продуктов питания. Сейчас я открою демонстрацию экрана. Вот, вы сейчас ее увидите. Так, надеюсь, видно. И здесь написано, сколько по граммам. И сколько от суточной потребности будет составлять в 100 граммах. Ну, личный порошок я не советую. Это такая безжизненная субстанция. Сыр пармезан. Ну, я думаю, это сегодня такой золотой слиток по стоимости. Соя тоже сейчас не все ее рассматривают. Хотя уже появилась своя НИГМО. Это радует дунайская. Дальше икра. Ну, вот, давайте что-нибудь такое посмотрим. Маш. Маш. Вот, замечательный продукт. Маш. Маш. Я его обожаю. Вот, смотрите. 23,5 грамма белка. 34% от суточной нормы. Ну, скажем так, если зато суточная норма. Я думаю, там 70 грамм взяли. Объединили мужчин, женщин, там всех. Грубо. И вот, Маш великолепный продукт. Ты его покупаешь. Вот такие зернышки маленькие. Во всех супермаркетах есть. Совершенно несложно его найти. Но его можно замочить, прорастить. И будет буквально из половины стакана, половины стакана вот этих зернышек можно вырастить в трехлитровую банку, полную набитую ростками. Это самое полноценное сейчас салат, наверное, для вот этого времени. Я вам сейчас даже покажу. Так. Посмотрите, как это выглядит. Посмотрите. Вот. Вот это Маш. Он у меня уже начал прорастать. Именно в таком виде он самый вкусный. Я беру зернышки Маши. Можно взять чечевицу. Но Маше мне нравится. По вкусу он мне нравится очень и очень детям. Он такой, как нежный-нежный зеленый горошек. Мы его обдаем сначала кипятком зернышки, да, потом замачиваем на сутки. И после этого утром и вечером просто я вот одеваю крышку с дырочками. Заливаю воду, сливаю два раза утром и вечером. И в какое-нибудь вот здесь вот такое полотенчико, специальное росток, в темное место. Можно поставить в холодильник. Если в холодильник они у вас будут маленькие, пухленькие, очень сладенькие. Если вы хотите, чтобы длинные-длинные ростки, то тогда можно в трехлитровую банку вырастить буквально там за 4-5 дней полную банку салата. Вы оттуда берете, делаете салат, добавляете, что хотите там. Хотите морковку или пекинку или ну что-то, то, что вы любите. Конечно, желательно не тепличные огурцы, помидоры. В них сейчас очень много нитратов. Вот, мы их нарезаем. И что машет сегодня, вы даже не представляете, какой это полноценный комплекс. Во-первых, белка там достаточно уже получается 23% от 100 грамм. То есть это легкоусвояемый белок при прорастании, зерно. Там процессы идут, когда именно крупные белки разделяются на аминокислоты. А аминокислоты у нас легче усваиваются. Именно из них строится наш организм. Это те кирпички, из которых уже наш белок собирается. И там очень много незаменимых кислот. Там большое количество синтезируется витамина. В десятки раз витамины увеличиваются. И как раз-таки там огромное количество белка триптофан. Аминокислоты, вернее. Триптофан, из которого строится сиротамин, гормон, счастье. Вот ты поел салат, ты счастливый. И мне очень нравится с Машем, в принципе, добавлять не только в салат. Первые блюда, во вторые блюда. И вот сейчас мой рацион составляет в большей степени из проростков. Еще мне очень нравится, ну, если интересно. Так, Оксана, поделитесь вашим, как раз такой вопрос, вашим опытом в исполнении белкового питания для тех, кто не кушает мясо и яйца. Мне очень нравятся такие продукты, как спирулина. Ну, я покупаю, там много белка содержится. Мне очень нравятся водоросли разные. Вот, есть такие, нужно было вам тоже показать. Я прям такими пластинами их огромными покупаю. Ну, правда, нужно знать, где это все. Ну, использую потом в пищу, как чипсы их едим. Амарант, гречка, зеленая гречка. Это вообще кладезь такой витамины группы В. Кладезь тоже белковый, потому что там тоже содержится, пускай не в огромном количестве, но белок присутствует в гречке. 4% от общего веса, если я не ошибаюсь. Вот, потом, если мы гречечку зеленую проращиваем, белок увеличивается. И плюс увеличивается витаминный состав. Кино. Кино содержится вообще все, в том числе, незаменимые аминокислоты. Для человека, для строения его тела необходимо всего 20 аминокислот. Аминокислоты вообще огромное множество, нам нужно 20. Из них 9 незаменимых, да, тех, которых организм не может сам построить и сам синтезировать. И вот в крупе киноа, да, она не содержит глютена, но очень много аминокислот, в том числе, все незаменимые. Не обязательно сразу есть все незаменимые аминокислоты. По сути, в растительном мире, если касается растительного мира, содержатся аминокислоты в разном составе, в разных растениях. И самый, так сказать, полноценный, наверное, такой хороший белок, изначально, наверное, созданный творцом, находится в зелени. Если посмотреть на природе, как происходит шимпанзе и сравнить с человеком. Шимпанзе такое сильное животное, одно из самых сильных на земле. У них большая мышечная масса, сильные белые зубы, да. И они, по сути, практически травоядные, там насекомых могут подъедать, но очень редко, или мышь, но это, я не знаю, это крайне редко. В основном, 90% у них состоит из растительного рациона, и они едят не бананы, это конфетинок банан. Ну, да, они любят бананы, но основной рацион – это зеленые листовые растения, то есть просто листья, они могут есть. И именно в листьях содержится много-много аминокислот. Но мы, как правило, в диетологии, в традиционной диетологии, не учитываются зеленые листовые растения, их даже не рассматривают как пищу. То есть все привыкли, что это там маленький кусочек там петрушки или укропа. Ну, я предпочитаю, я сейчас вам покажу, что я делаю. Сейчас поделюсь всеми своими секретами. Вот такая красота, это я выращиваю на окошке. Пшеница – это очень легкий, очень легкий суперфуд, самый дешевый, который можно сделать. Пшеница, она сама по себе содержит невероятное количество, именно зеленые ростки витаминов в 30 раз больше витамина С, чем в апельсиновом соке и так далее. Просто высаживаю в такие плашки. Совершенно несложно это делать. И вот зеленые коктейли кью по утрам. Но, тем не менее, у меня находится и хлорофилл, потому что не всегда получается вырастить, но с удовольствием пью наш эндоспешный хлорофилл. И не сопоставляю. Для меня, я считаю, нужно параллельно идти, и питание, чтобы было сбалансированным. И тогда вот эти нутрицептики, витамины, микроэлементы, которые, там, добавочки, которые мы употребляем, они помогают нам и восстанавливаться быстрее при каких-то болезнях, если это не уходило. Так, что еще, какие вопросы задавайте. А то у меня тем много, я сейчас могу убежать, улететь и очень долго рассказывать. Дальше, смотрите, что еще можно. Семена чиа использовать, много белка. Орехи, семечки. В семечках вообще семена, даже самые обычные семена подсолнечника по составу приравниваются к идеальному белку. Ну, как ни странно. Хотя ими слишком увлекаться не стоит, там много омега-6. Нужно для баланса омега-3 тогда дополнительно употреблять. Но семечки, это легко своя имя белок. Обычные семечки, это очень недорого. Я с них делаю массу блюд, начиная от соусов. У нее есть книга моя, и там я рассказываю, как делать майонез на семечках, выпечку хочешь на семечках, делать котлетные, ну, все что угодно, коктейли, тортики, крема. Это такой вкусняха, которая дает, и хороший белок такой растительный, и в то же время она приятная. Очищенные семечки, их замачиваю, взбиваю, и делаю там с финиками, взбейте, получится вкусный крем, тогда еще какао добавьте, шоколадный крем выйдет. Вот, кунжут, кунжутный коктейль с зеленой гречкой, это вообще песня, кунжут замочили, да, ну, можно на ночь, можно не замачивать, но лучше всего, конечно, все семена, они больше вам пользуются, если вы предварительно замочите. Немножко замочили зеленой гречки, а гречку очень важно замачивать только на час, тогда она не пустит эту слизь. И процедили, я все, что замачиваю, те же самые семечки замочила, у меня сейчас в холодильнике стоят, у них уже такие ростки большие, ну, самые полезные ростки, когда они маленькие, там, один по миллиметру, это идеально, там, до пяти, до сантиметра, ну, желательно их большими не выращивать, кроме маши, вот все бобовые, они растут у них такие большие ростки, в Азии, прям, я когда была на Бали, да, там, на рынке идешь, и эти ростки лежат, в таком богатстве это все продается, у них из веков используют ростки. И, кстати, у меня, когда брат улетал в Китай, а я здесь занялась как раз-таки азиатской кухней, он прилетает, мы накрыли стол, мы там общаемся, и я принесла ростки маш, и сделала из них салат. Ну, а вы знаете, у меня, ну, такой брат, скажем, традиционного питания, и все, что касается вот этих новаторств, ну, кухня здорового питания, он так очень осторожничает, знаете, здесь такое выражение, мужчины любят говорить, я не козел, я этого не ем, вот, и он вот один к одному это к нему относится, и когда я поставила ростки маш, наблюдая за его реакцией, он, о, это же китайский деликатес, я вот так люблю, дай мне тарелочку. Действительно, в Китае божественно готовят, меня потом познакомилась переводчицей его, которая знает русский язык, она меня научила этим языком, как правильно готовить эти бобы, именно ростки, длинные ростки, вот, и чтобы они были великолепны во вкус. Так, Оксана, поделитесь простыми питательными рецептами с белком, пожалуйста. Ну, в принципе, вот о чем я вам и говорю. Вся зелень, она в любом случае, конечно, она не содержит достаточно белка, но здесь я выращиваю не для белка, хотя коровы едят и у них белок, да, молоко, белок, мышечная масса белок, то есть белок они получают как раз таки, из чего получается мясо? Мясо получается из травы, все такие кирпичики основываются здесь. Мясо, к сожалению, сейчас очень, ну, скажем так, такой высокотоксичный продукт, потому что мы прекрасно понимаем, что вся промышленность, она основана на антибиотиках. Если мы берем птицу, то, как работники птицефактики говорят, там птица ест антибиотики, пьет антибиотики и дышит антибиотики. Поэтому, если вы употребляете курицу или, ну, скажем, в любом случае нужно обязательно употреблять бифидобактерии ежедневно, чтобы восстанавливать свою флору, потому что свою дозу антибиотиков вы получаете. И я не отговариваю мясоедов, если есть мясо, нет, отнюдь. На курсе диетологии, наоборот, я рассказываю, как диетолог, да, я должна раскатать все плюсы и минусы, точно так же я и вам эту информацию передаю. У нас, у каждого из нас, мы уникальны, у каждого свой микробиом, мы должны чувствовать через себя, пропускать, да, что я хочу. Вот, например, я была такой, ну, скажем, строгой-строгой, старалась не употреблять продукты когда-то животного происхождения, мне стала сниться рыба. В зимний вот такой вот мороз был, и мне стала сниться жирная рыба. Я поняла, как я ее хочу, я поняла, что я ее буду есть, потому что моему организму в этот момент нужен жир, нужны, видно, омеги, может, где-то тот же белок, да, в рыбе. И, ну, нужно правильно покупать, нужно знать, что покупать. Это тема отдельной лекции, потому что рыба тоже желательно, нежелательно, ни в коем случае нельзя аквакультурную рыбу покупать, там слишком много содержится, тоже аквакультурная рыба, она вся содержится в антибиотиках, для того, чтобы не было там слишком большое количество особей, не было вспышки определенных заболеваний, да, и очень таких токсичных, ну, скажем, химических элементов. Если вы покупаете, то лучше дикую рыбу покупать, и посмотрите, есть определенный список рыбы, которые, ну, скажем, запрещают, например, тунец, ее запрещают прям законодательство во многих странах, потому что в ней содержится очень много ртути, и особенно беременным сейчас детки с аутистой рождаются, в том числе есть подозрение, что из-за того, что в нашей пище появилось много ртути. Ну, к сожалению, это как бы, я создатель курса экология питания, изучаю эти все моменты, это все, да, это сегодня реальные наши жизни, нужно знать, и самый безопасный белок, это как раз-таки, как ни странно, это все, скажем так, растения, желательно эти растения своего подворья, и кто-то скажет, что они там нитраты содержат, нитраты не относятся вообще к токсичным, высокотоксичным элементам, это не столь, может быть, опасно, и, ну, скажем, мне нравится, что я люблю, орехи, мне нравятся грибы, такие как вешенки, шампиньоны, это легко усвояемый белок, да, он лучше усваивается, так же, как и белые грибы, очень хорошо усваиваются, мне нравится, как я сказала, группа кино, мне нравятся водоросли, особенно органические, я покупаю прям целые такие пластины, здоровые, мы их высушиваем, как чипсы иди, они из Белого моря, вот, это все тоже можно найти, и так, дальше, нужно ли замачивать льняное семя, насколько, нет, льняное семя, я не замачиваю, антинутриенты, оно не содержит, как, например, ну, бобовые, да, что такое антинутриенты, лигнаны, фитаты, фитиновая кислота, и так далее, то есть то, что препятствует засвоению полезных веществ, и, ну, каких-то определенных микроэлементов, и так далее, если бобовые, нужно обязательно замачивать, особенно перед варкой, если семечки, орешки, они лучше усваиваются, если мы их замачиваем, даже кунжут, в кунжуте все-таки присутствуют, антинутриенты однозначно, то желательно его замочить на муше, но, но, до фанатизма доходить не надо, я знаю людей, которые замачивают все, однажды приехала в Польшу, к одному известному диетологу, женщине, вот, и я увидела у нее шикарная кухня, особняк свой, ну, она миллионер, долларовый, и я приезжаю, у нее кухня вся, вся в чашечках, вся, вся, она все замачивает, она говорит так заново, у меня не кухня, у меня тут, ну, в общем, мы смеялись, и у нее, вот, она боялась вот этих антинутриентов, но ведь, сами подумайте, если Господь придумал, это для нас, да, значит, ну, естественно, можно съесть и семена, не без замачивания, почему? Потому что, потому что, потом я стала эту тему копать, очень интересно, разговаривала с французским диетологом, уникальной женщиной, которая там училась и в Америке, и в Австралии, и во Франции, титулованный нутрициолог, и она дала мне исследования, рассказала об исследованиях, что вот эти антинутриенты, о которых я говорю, они являются противорак, мощным противораковым веществом, то есть, не нужно прям обязательно все-все-все всегда замачивать, можно иногда и употреблять, и сухие семена, если прихожу, у меня нет времени на замачивание, мне нужно севечки, например, измельчить, сделать, я хочу кунжутный коктейль, у меня есть видео в свободном доступе, как его делать, просто беру кунжут, беру зеленую гречку, все это взбиваю, у меня есть и с водичкой, с финиками, получается шикарно, ну, такой пушистенький, вкусный коктейльчик, вот, и я могу без замачивания, но, если есть время, и вы поступите правильно, если, да, замочите, например, тот же кунжут, вы знаете, утром будете пить коктейль, замочите его на ночь, это будет способствовать лучшей усвояемости микровидной. И спаржи. вы имеете в виду спаржу, наверное, спаржа, ну, некоторые считают, вообще спаржа называется, это ростки, да, такие зеленые, их очень много продают в Европе, я когда путешествовала, я прям рожалась там, пучками, они лежат, перевязаны, красота, красота, еще очень много, в зелени продается, даже той, которую мы не знаем, в европейских странах, они большие любители зелени, вот фрацузы, итальянцы в Швейцарии, прям уж так радуются, ценит душа очень, вот, а есть спаржа, еще называют соевую спаржу, а, спаржевой фасоли, ну, вот, это уже совершенно иной, спаржевая фасоль, ее мне очень нравится, в нежном-нежном, зеленом пите, ну, как правило, слегка мы отвариваем, и делаем разные блюда, ну, то есть, из нее можно, ее, кстати, можно и заквашивать, тоже делали, турша такая называется, мне тоже есть в свободном доступе, рецепт прям слоями разные овощи, в том числе и спаржи перекладываем, туда идет и капуста, баклажанчики ошпаренные на две части, туда нам идет слоями, и спаржи тоже укладываем, там плюсим ее вкусно, а дальше из нее, ну, что можно, сухое с ней готовить, шикарное, какое-то блюдо мы делали особенное, мои родители прям очень любят с ней яичницу делать, ну, я думаю, что без проблем сейчас в интернете откроют, и к рецепту будет море, тем более, когда есть, это вообще красота. так, так, ну что, есть ли еще вопросы, друзья? да, и если даже они есть, то у нас осталось, я думаю, что последний вопрос, потому что время нашего эфира подходит, завершать ближайшее время, то давайте завершающий вопрос. кто успеет написать что-нибудь интересное? ну, если нет, тогда будем заканчивать встречу, я рада была пообщаться с вами, если какие-то вопросы будут, можете там задавать мне в личку, или задавать чат, я с вами поделюсь. спасибо за внимание, вот, благодарю всех, всего вам доброго. Спасибо большое, я за то, что присоединены, было очень классно, я буду тебя приглашать снова и снова, да, я думаю, это не так. Да, и я очень рад, что вы включили нашу сотрудничную работу, и у меня это вот, большая цель, спасибо тебе большое. Да, вот смотрите, ты пишешь спасибо, 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 все наши сидели. Чудесно. Всего доброго, друзья, до свидания. Все хорошо. Продолжение следует...